Добрый вечер. Продолжаем изучать недельный раздел Вайхи. Последние главы книги Берешит, последние дни жизни нашего праца Якова, последние слова, обращенные к сыновьям. И призвал Яков своих сыновей и сказал, соберитесь и поведаю вам, что случится с вами в конце дней. Соберитесь и слушайте, сыновья Якова, слушайте своего отца Израиля. Реувень, мой первенец, моя сива и начаток моей мощи, вверх достоинства и вверх могущества. Порывистый, как вода, ты не будешь преимуществовать. Взойдя наружу своего отца, ты осквернил того, кто осеняет мое ложе. Мы уже говорили о том, что есть в этом отрывке некоторая сложность. Яков обещает здесь раскрыть то, что произойдет в конце дней. И вместо ожидаемого пророчества о конце дней, о будущем, он обращается к сыновьям и начинает говорить о них, о качествах их характера, давать им характеристики. О некоторых, правда, он говорит в дальнейшем, как они расселятся в Расисраэль. Есть здесь и благословение. В любом случае, в конце всей этой речи Тора говорит так. Все эти колена Израиля, 12, и вот что сказал им их отец, когда благословлял их. Понимаете, что здесь благословение? Так что же здесь такое? Раскрытие будущего, пророчества о будущем? Раскрытие характеров, характеристики или благословения. Расше уже написал, что, конечно, было желание раскрыть о том, что произойдет в будущем, но это не получилось. Шхена удалилась. И Яков тогда перешел к другой теме, то есть стал говорить о своих сыновьях. Ну, а о том, что он говорит конкретно о своих сыновьях? Это характеристики или благословения, или, может быть, тоже и то, и другое. Об этом мы поговорим чуть позже. Пока что посмотрим, что он говорит о своем первом сыне. Но еще, может быть, стоит еще одно небольшое вступление. Соберитесь и слушайте сыновья Якова. Соберитесь. Соберитесь все вместе. Необходимо единство. И когда необходимо единство среди очень разных людей, а ведь, как мы сказали, дальше идут характеристики сыновей, и, значит, у каждого характер свой. Они не похожи друг на друга. Они очень-очень различны. Если группа из людей, столь различных, столь отличающихся друг от друга должна объединиться, то, безусловно, это может быть достигнуто благодаря вождю. Необходим лидер, необходим вождь, который сможет объединить всех. Стало быть, самое начало вот этого отрывка Яков ищет будущего вождя, ищет того, кто займет его место, ищет своего преемника, того, кто сможет объединить все колены Израиля. И те характеристики, которые он дает своим детям, и благословения, которые им дают, следует понимать именно вот в этом контексте – поиск лидера. Самое естественное было бы, чтобы лидером был самый старший сыновей – бхор, первенец. Так это, в общем-то, и было принято в древнем мире, что отцу наследовал прежде всего первенец, старший сын, он занимал его место, он был во всем второй в семье, как это обычно подчеркивают, что само слово первенец в языке тор и бхор состоит из букв бет, хаф, рейш, буква бет – это вторая буква алфавита, буква хаф имеет численное значение 20, а рейш – 200, то есть это двойка в единицах, в десятках, в сотнях, он во всем второй, второй после отца. Ну и поэтому Яков обращается прежде всего к своему первенцу. Реувен – мой первенец. Моя сила и начаток моей мощи. Верх достоинства и верх могущества. Что значит верх достоинства и верх могущества? Раши поясняет, что тебе, вот это слово «верх» означает здесь «верх» и «превосходство», что тебе бы надлежало превзойти своих братьев, на самом деле, поскольку ты действительно первый. В чём превзойти? Приняв на себя священнослужение. То есть слово «тогда», которое мы перевели как «достоинство», это Раши переводит здесь в этом контексте, от слова «ласет», как «на сият копаем», то есть когда коин, священник, поднимает руки для того, чтобы благословить народ, в этом здесь «превосходство», то есть тебе по идее следовало бы получить место первосвященника, или по крайней мере это вот право священнослужения, оно по идее принадлежит тебе как первенцу. И верх могущества. А что такое тогда верх могущества? Верх могущество – это уже царская власть, то есть и священнослужительство, и царскую власть, быть лидером, и лидером национальным, и лидером духовным народа, по идее это должно было бы принадлежать тебе. Но порывистый, как вода, ты не будешь преимуществовать. Это не получится. Век этих преимуществ не получишь. Ты не станешь морден ни национальным, ни духовным, ни священником, ни царем. Почему? И здесь Яков напоминает Рувену тот проступок, в котором проявилось его, вот это вот качество порывистости. «Взойдя на лужи своего отца, ты осквернил того, кто осеняет мое ложе». Речь идет о том, что произошло в семействе Якова после смерти Рахели. До некоторого времени Рахель занимала место как бы первой жены, то есть ложе Якова находилось в ее шатре, и когда она умерла, то Яков намерялся принести свое ложе в шатер Бельги наложницы рабыни Рахели. И вот здесь вот Рувен, почувствовав обиду за свою мать, за Лею, устроил фототипы манифестации, то есть не позволил, или по другим комментариям, вышвырнул кровать отца из шатра Бельги. Тора говорит об этом очень резким образом, что он осквернил ложи своего отца. Конечно, это не значит, что он сожительствовал с женой своего отца, но сам тот факт, что он вмешался таким достаточно грубым образом в отношения между своим отцом и другой его женой, то Тора относится к этому очень-очень резко. Но дело не в самом проступке. Тогда мы знаем, когда Тору рассказывает об этом событии, она не приводит никакой реакции Якова, ни одного слова, которое сказал Яков своему сыну. То есть, скорее всего, он и не прореагировал, либо даже если была какая-то реакция, Тора не нашла необходимым приводить ее. Вот только здесь он сводит с ним счеты. Но это не значит, что он собрался ему сейчас мстить за тот поступок, который Тор совершил когда-то, десятки лет тому назад. Это не то. Речь здесь совсем идет не о том. Мы говорим, что Яков ищет сейчас лидера. Лидер. Лидер не может быть порывистым. Пишет Рашид. Порывистый как вода. Стремительность и суетливость. То, как ты поспешил обнаружить свой гнев, уподавляясь водом в их бурном течении. Поэтому сравнение с водой. И человек, который не взвешивает по многу раз, человек, которым руководят сейчас устремления, пусть самые лучшие, но в результате этого он взрывается, поэтому ты не будешь преимуществом. Ты не получишь все эти преимущественные права, которые предназначались тебе. В чем это была порывистость? В чем тот самый поступок, который и обнаружил эти качества, когда взял идеально ложь своего отца, а ты осквернил того, осквернил Всевышнего, того, кто осеняет мою ложь, то есть эта швена, которая обычно пребывала на моем ложе. Яков не сводит счеты с сыном, совсем не то. Он только объясняет ему, почему тот не может быть лидером, почему тот не может быть вождем. И вы уже прочитали, что в конце весь этот отрывок назван благословением. Сказано, что вот все эти благословения, которыми благословил Яков своих сыновей. А какое ли здесь благословение Руэна? Казалось бы, никакого благословения нет. Он указал ему на его недостаток, указал ему на его качество характера, на его порывистость, на его импульсивность. Но при чем здесь благословение? И это тоже благословение. Да потому что для человека, который обладает таким недостатком, который не способен быть лидером, для него стать лидером, занимать эту должность, для него это проклятие. Для него браха благословения не стать лидером, потому что он не может им быть. Это не то, что в наказание за совершенный проступок его лишили высокого звания. Сказал не о том. Он говорит о том, что он не может быть выяснил здесь качество, порывистость, импульсивность, пусть из самых лучших, из самых чистых соображений и побуждений самых лучших, но лидер таким не может быть. Лидер должен быть очень хладнокровным. Лидер должен быть человеком, который управляет своими чувствами, а чувства вообще не должны сдвинуть его с его позиции даже на один миллиметр. Иначе, если человек чувствительный, если человек импульсивный, то лидером он быть не может. Вот это-то и сообщает здесь отец, своему старшему сыну, своему первенцу, дает ему тем самым браку, указывая на тот недостаток, благодаря которому тот не сможет возглавить народ. Ищем дальше. Кто же может быть? Если не старшицы. Шимон и Леви. Братья. Орудия хищничества свойственны им. Совет их, да не войдет моя душа. Не соединиться с их собранием моя слава. Ибо в гневе они убили мужа, и по воле своей подсекли быка. Будь проклят их гнев, ибо он слишком силен, и их ярость, ибо она слишком тяжела. Разделю их в Якове, рассею в Израиле. Шимон и Леви, второй и третий сын Якова, называет он их здесь братьями. Все сыновья Якова, они братья, все двенадцать. Почему именно по отношению к Шимону и Леви употреблено это имя, это слово братья? Раши отвечает на наш вопрос так. Шимон и Леви братья. Братья они были в заговоре против Шхема и против Йосефа. В заговоре против Шхема Коротко напомним, о чем идет речь. После того, как, когда Яков, вернувшись от Лавана, расположился станом около города Шхем, то принц, сын князя этого города изнасиловал Дин, дочь Якова. И тогда Шимон и Леви задумали, как отомстить и как отреагировать очень резко на этот поступок, чтобы никому больше впредь неповадно было так вести себя по отношению к Израилю, чтобы проучить всех возможных хулиганов, насильников, чтобы они больше никогда не поднимали руки на семейство Якова, то они при помощи хитрости сумели перебить всех жителей Шхема. В этом они проявили прежде всего и братские чувства, и в том, что они были вдвоем два брата, и в том, что они здесь больше всех остальных братьев почувствовали позор своей сестры, они братья в заговоре против Шхема, а также против Йосефа. Причем здесь Йосеф? Решение о том, чтобы продать Йосефа приняли, казалось бы, все братья. Раньше приводят доказательства, что ведущей силой в этом заговоре против Йосефа были именно вдвоем Шимон и Леви. Как говорится, и сказали они друг другу, а друг другу на языке то, то, что они названы братьями Ахим и там, когда они сказали Иш ла Ахив буквально один своему брату, по-русски мы переводим это просто эту идиому друг другу, пойдем и убьем. Кто это были? Кто были эти люди, которые сказали один своему брату? Если ты скажешь, что это Раувель, может быть, или Иуда, такого не могло быть, потому что мы знаем, что они, в конечном итоге, не соглашались убить Йосефа, поэтому идея пойдем и убьем его не могла исходить ни от Раувена, который старался сделать все, чтобы Иосеф не погиб, и от Иуды тоже, который предложил братьям сбыть его с рук, продать его в Египет, ну, именно для того, чтобы не проливать и кровь, стало быть, это не могли быть ни Раувен, ни Шимон, тогда может быть более младшие братья, если скажешь, что это соломья служанок, то есть, да, нафтали, гад или ажел, не могло быть, во-первых, их ненависть к Йосефу не была столь велика, Рауши здесь в соответствии своим мнением, что отношение братьев к Йосефу было неодинаковым, что те, кто испытывали враждебные чувства по отношению к Йосефу, были именно старшие братья, но не младшие братья-сыновья служанок, с которыми Йосеф был особо близок, ибо сказано, а он отрок сыновьями Бельгии и сыновьями Зельпи, то есть, в результате этой близости с ними не может быть, чтобы они были инициаторами заговора против них, что же остается? И Сахару Звулун, они не стали бы говорить в присутствии старших братьев, есть определенные иерархи, они были младшие братья, и не стали бы говорить в присутствии первыми, в присутствии более старших и Рувена, и Шимона, и Йуды, что же остается? Остается только Шимона Леви, вот именно их Тора и называет братьями и сказали один, сказал один своему брату, то есть, сказали они друг другу, пойдем и убьем его. Итак, два эпизода, две ситуации, в которых Шимон и Леви названы братьями, и в обоих случаях речь идет о заговоре и о применении силы против жителей Шхема и против Йосефа. Здесь речь не идет об импульсивности, это совсем другое качество, они вовсе не импульсивны, как Рувена, наоборот, они составили этот заговор, они рассчитали, они применили здесь и хладнокровие, и хитрость, для того, чтобы отомстить жителям шхема, качество здесь совсем другое. Какое? Что за качество проявилось здесь? Орудия хищничества свойственные. Что такое орудия хищничества? С какими такими орудиями пользуются для хищничества? К сожалению, более хорошего перевода нет, а имеется здесь в виду, как пишет Раши, следующее, то есть это орудия, нужно понимать, похищенные, они не орудия хищничества, они орудия похищенные. То есть ремесло убийства в обоих случаях, которые Раши здесь привел, речь идет здесь об убийстве, о конкретном убийстве, которое произошло в шхеме, когда они прибили жителей шхема, и о покушении на убийство по отношению к Йосефу. Так вот нам это не свойственно, нам проливать кровь это не наше дело, говорит Хиракова. Вот это ремесло убийства, оно незаконно присвоено вами, вы его украли, у кого украли? Его истинного владельца. Это же благословение вашего дядюшки, благословение, которое получил Исаф, это его ремесло, ему сказал, сказал отец «Ал-Хар-Беха-Тихье», то есть «на мече или мечом своим будешь жить». Он живет на мече, это его сфера обитания, это его естественная сфера жизни, меч, но это не для нас, которое вы у него незаконно позаимствовали, оно нам не свойственно. И дальше продолжает Яков «Совет их, да не войдет моя душа, и не соединиться с их собранием моя слава, ибо в гневе они убили мужа и по воле своей потекли быка». Достаточно трудно понять, что здесь имеется в виду. почти каждое слово требует здесь объяснения, ибо так нет, что значит «совет их, не войдет моя душа». Это говорит Яков, его душа не пойдет в их совет, когда они советуются, когда они строят свои планы, или что имеется в виду, и дальше их собрание. Посмотрим Раши. Раши говорит «совет их, да не войдет моя душа», это относится к поступку земри. земри, который был князем Калена Шимон, когда Калена Шимона забралось, чтобы привезти медианитянку к муше. Произошло это в тот момент, когда еврейский народ, находясь уже в Синайской пустыне после исхода из Египта, когда привязался к служению Баальпио, и произошло это благодаря медианитским женщинам, которые и завлекли евреев, и склонили их и к разврату, и к служению Баальпио. И вот тогда было приказано наказать самым строгим образом, самым жестким образом всех нарушителей. В этот самый момент Калена Шимон, которое оказалось больше всех, вовлечено в этот грех, и его лидеры поняли, что сейчас будет, что очень тяжелая кара постигнет все это колено, то они попытались сделать шаги для спасения. Лидер, вождь колена Шимон, земли, он взял медианитскую женщину, подвел ее к муше и спросил, вот эта женщина разрешена греха. И если запрещена тогда все хорошо, тогда все то, что было до сих пор не греха, это а если она запрещена, то у меня тогда вопрос, а кто тебе муше разрешил, дочь и трон, она тоже неюбрейское происхождение, мягко говоря, почему тогда тебе можно, а мне нельзя. Здесь было, пока Пенхаз не вмешался в эту историю путем применения физического насилия не разрешил этот вопрос, то ситуация была действительно очень-очень неприятной. Так вот, здесь вот участвовала в этом эпизоде, в этой ситуации участвовала колена Шимон. Об этом просит сейчас Яаков. Пусть я не окажусь связанным вот с тем самым эпизодом. То есть пусть мое имя не будет вспомянуто при этом. Ведь стих там гласит, продолжает Раши, земри, сын Салу, князь отчего дома, от Шимона. Он не написан сына Якова. То, что имя Якова не упомянуто, это и есть результат молитвы, которую произнес здесь, просьбы, которую дал здесь Яков, чтобы его имя не было упомянуто. И точно так же продолжение. В советах не войдет моя душа и не соединиться с их собранием моя слава. А это что значит, что уже собрание? Это относится к Левии. Если первый эпизод был связан с Шимоном, то второй с Левией. Имеется в виду, когда Корох, который был Левитом, Корох из колена Левии, когда он соберет именно собрание, когда Корох соберет и строит бунт против Моше, он восстановит всю общину против Моше и против Арона. Вот тогда Киата, не соединится моя слава, пусть мое имя поясняет Раши не будет связано с ними. Как сказано, Корох сын ицара, сын Киата, сын Левии, на этом его генеалогия прекращается, прерывается, не сказано, что он еще и сын Яков. А вот наоборот, когда в книге Деврея Мим, в хрониках, там уже указывается происхождение сынов Короха, которые были левитами, певшими в храме сына ицара, сына Киата, сына Левии, сына Израиля. Там уже упомянуто имя Якова. Яков просит здесь, чтобы его имя не было упомянуто в связи с тем бунтом, который поднял Корох против Мушей. И так действительно Тора действительно не упоминает его имя ни в связи с отвратительным поступком земли из колена Шимон, и ни в связи с бунтом Короха из колена Левии. Понятие достаточно трудно оттого, что его имя не упомянуто что-то изменяется. А кто-то подумает, что земли из колена Шимон он не потомок Якова, или кто-то подумает, что Корох из колена Левии он не потомок Якова, потому что его имя не упомянуто там. Что значит, что игра такая не упомянуть его имя? Наверное, нужно понимать это так. Когда потом от какого-нибудь достойного человека позволяет себе недостойное поведение? А недостойное поведение это может быть и очень может быть проявлением его характера. Есть разные поступки. Бывают поступки, которые человеку не свойственны. Налетел на вождение. Бывает поступок, в котором проявляется как раз характер человека. Мы только что упоминали, например, поступок Роуэна. Пусть он был из самых-самых лучших чувств побуждения, но в этом поступке проявился его характер, который не позволяет ему быть вождем. Так вот, когда человек, потомок какого-то достойного человека, позволяет себе недостойное поведение и в нём, быть может, и скорее всего проявляется его характер. То есть, естественно, вопрос, откуда этот характер он приобрёл? Это наследственность, это то, что он получил от своих предков? Или нет? Или это черты, которые он уже сам развил? Может быть, они развелись у него в результате его собственных привычек, его собственных склонностей, его формирования характера, либо это наследственная черта? Вот об этом доказывает здесь Яков. Пусть моё имя не будет упомянуто ни в связи с отвратительным поведением земли из коленыша не в связи с бунтом короха, потому что это не мои наследственные черты. Моей доли, моей лепты в их поведении нету. Это уже их собственное творчество. Это то, что они сами в себе выработали, это то, что они сами в себе построили. Я с этим никак не связан. «Будь проклят их гнев, ибо он слишком силён, и их ярость, ибо она слишком тяжела». Вот здесь тоже характеристика. В отличие от Ревуэна, качество, на которое указал Яков, это поспешность, это импульсивность, то здесь речь идёт о гневе, о ярости. Пусть гнев может быть холодный, расчётливый, но тяжёлый. Они тоже ни женон, ни любви не смогут быть лидерами. Гнев и ярость – одно из самых тяжёлых, отрицательных качеств, не позволяют ни одного из них стать в главе. «Будь проклятый их гнев, ибо во гневе они убили мужа». Какого такого мужа они убили? Что это за человек, которого они убили? «И по воле своей подсекли быка», когда они занимались тем, кто не подсекали кого-то быка. Как это понять всё? Эти метафоры объясняет здесь Раша. «Ибо во гневе они убили мужа». Имеется здесь в виду первый эпизод, который с ними связан, с их братским поведением, а именно история со Шхемой. Правда, там они перебили целый город, в котором жили многие-многие люди. Почему это называется «они убили мужа», то есть «они убили кого-то человека». Имеется в виду это Хамор, князь города и жители Шхема, но их было же много, как говорит Раша, но все они считаются как бы одним человеком. И так сказано Агидеоне, «И ты поразишь медиан как одного человека». И так же, что касается египтян, сказано о том, как Всевышний избавил еврейский народ от египтян, «коня и всадника вверх он молит». Там был не один конь, не один всадник, там были сотни всадников. «Коня», «коня», но сказано в единственном числе. Это медраж. То есть медраж, который говорит, что следует понимать текст буквально как сказано, а сказано в единственном числе, и в действительности так и нужно. Все они и с точки зрения взглядом Торы, взглядом, который даёт нам Тора, все они считаются сходят за одного человека. и все жители Шхемы, и египтяне, и мединитяне. А Пшат, прямой смысл, Пшат всегда говорит, что перед нами в данном случае метафора. То есть так принято выражаться, когда о множестве, говоря о множестве, используют единственное число. А прямой смысл употребления единственного числа вместо множества, но он таков. Принято многих людей называть одним человеком, имея в виду каждого в отдельности. В гневе своём они убили всякого человека, всякого, на которого гневались, они убили. Поэтому сказано здесь в единственном числе. Итак, у нас два объяснения. Сначала Граш, потом Пшат. Почему сказано в гневе своём они убили мужа, хотя имеется в виду то, что они перебили многочисленный город Шхем, многочисленное население города Шхем. А что такое по воле своей они подсекли быка, то есть едва не подсекли, хотели подсечь, то есть вырвать с корнем Йосефа. Причём здесь бык, который назван быком, а именно в благословениях, которые даёт Муше коленом Израиля, колено Йосеф, ту браку, которую он получает, он назван там быком. Первенец его быков великолепие принадлежит ему. Итак, снова вот здесь возвращение к тем именно двум эпизодам, в которых проявился гнев, сильнейший гнев и Шимона, и Леви, он и не позволяет им возглавить народ. Кстати, то, что Раши здесь замечает, он не проклинает, он говорит «будь прокляты в небе», он не проклинает своих сыновей, он проклинает только это качество, чётко разделяя между человеком и между его характером. Характер – это не сам человек. Человек способен преодолеть свой характер, поэтому проклятие здесь касается не самих сыновей, а их характера. Что же касается самих сыновей, то Яков прибавляет здесь ещё одну фразу. Разделю их в Якове, Россию в Израиле. Удвоенное выражение. С точки зрения поэтического стиля вполне оправданно это, принятый в Торе поэтический стиль повторения, когда та же самая мысль повторяется дважды разными словами. Но здесь это не только поэтический стиль, здесь он имеет и смысловой характер тоже. разделю их в Якове, имеется ввиду отделю их друг от друга тем, что Леви не войдёт в число колен при разделе земли. Это первое. то есть не будет такого, что в Эрац Исраэль Шимон и Леви получат наделы рядом друг с другом и они будут соседями. Этого не произойдёт. Колено и Леви вообще не получат никакого надела и они будут жить в разных частях страны населяя наделы своих братьев. Другое объяснение, что если есть бедняки, имеется ввиду бедняки-бродяги, которые ходят с места на место, песцы и меламиды, то есть учителя, которые учат малых детей и тоже ходят с места на место, все они с колена Шимона. То есть таким образом они превращаются, хотя колено Шимона в общем целом должно было получить свой участок в Эрац Исраэль, но в конечном итоге они рассеются по всем остальным коленам, чтобы им быть рассеянными повсюду, иными словами переходить с места на место в поисках заработка. Что ж, касается Леви, он тоже оказывается рассеянным, правда, по другой причине. Ему, как мы сказали, доля в земле вообще не полагалась, а для того, чтобы они могли просуществовать, им нужно было искать свой заработок, они должны были посвятить себя служению Бога, а весь еврейский народ должен был их кормить путем отделения им десятины от своего урожая и трумот дополнительной части. Но для того, чтобы их получить, левитам и священникам нужно было ходить по полям, для того, чтобы быть в нужном месте, в нужное время, когда разделяют десятины, когда передают ее левитам, понятно, что необходимо им было тоже скитаться. То есть их скитание по земле оно несколько иное, чем у Шимона. У Шимона это как тот самый нищий, неимущий меламид, который ходит с места на место ища нет ли какой-нибудь вакансии, можно ли где-то оторвать несколько часов преподавания здесь, пару часов преподавания там, то у Леви это не так, ему дают подношение, ему не нужно искать заработка, его кормят, но вместе с тем это не значит, что он будет сидеть у себя дома, а ему будет выстраиваться очередь около его порога и будут ждать, когда он соблаговолит взять у людей подношение, ему придется самому ходить за этими подношениями. В этом тоже есть рассеяние, но только более почетное, чем рассеяние колено Шимон. Так так пишет Раш. Здесь я хочу вернуться к этому повторению, разделю их в Якове, рассею в Израиле. Пара, рассею, разделю, разные слова, Яков, Израиль, тоже разные значения, а это случайно или не случайно. Об этом пишет в своем комментарии Равшимшин Фойлирш. И он обращает здесь наше внимание на одну любопытную решку. Яков закладывает сейчас основы, фундамент всего еврейского народа, его всей дальнейшей истории. И вот сейчас в качестве фундамента для лидерства, для правления еврейского народа, он исключает гнев, применение силы, насилие, они должны быть исключены. Любопытная вещь, пишет Равиш, посмотрим на окружающие нас народы. У них есть двойственный подход. Все то, что считается постыдным в отношениях между людьми, считается похвальным в отношениях между народами. То есть тот, кто убивает, проливает кровь или грабит, обманывает. Тот, кто коварен, хитер в отношениях между людьми, это презренный человек. Таких людей не любят, презирают, а иногда и ненавидят. А если теперь мы посмотрим на национальных героев, стран, самых известных стран мира, кто эти национальные герои? Те, кому удается пролить больше всего крови. Понятно, скажем, национальные герои, вызывающие восхищение многих-многих французов, Наполеон Бонапарт. Гениальный человек, конечно. Что он сумел делать в истории? Залил Европу кровью. Миллионы людей нашли свою смерть благодаря его войну. Не единственный пример, а в других возьмем русских народных героев. Кто они? Люди, которые способны хитрить, которые способны коварно обманывать своих врагов, применять хитрость, убивать, захватывать территории, их называют освободителями, на самом деле это люди, которые захватывают территории, присоединяя, они попадают в пантеон, в национальный пантеон, они становятся национальными героями. Вспомни только Юрия Долгорукова, так его и не стесняясь назвали «долгорукий». Почему «долгорукий»? Потому что лапа у него была такая, что он захватывал еще кусок земли, еще кусок земли, еще, еще, еще. Получается, что все то, что в отношениях между людьми презренно и отвратительно, в отношениях между нациями, государствами, наоборот, похвально, потому что здесь, если в отношениях между людьми считается, что отношения между людьми должны руководиться принципами морали и нравственности, то отношения международными государствами, они руководятся принципами национальных, законами национальных интересов, интересами, но не принципами морали. Вот с самого начала строения еврейского народа Яков настаивает на том, что у нас это должно быть не так. Мы не можем согласиться на такой подход. Поэтому для нас поведение Шимона и Люви, их качество и коварность их, и хитрость, и их отчаянная храбрость, их, то же называется, канаут, ревностное отношение, ревностное отношение к страже национальных интересов, их желание отомстить за позор и семьи, их желание проучить всех насильников, чтобы впредь неповадно было поднимать руку на евреев. Оно не может встать в окладе угла, люди, обладающие таким качеством, управлять еврейским народом и быть его лидерами не могут. Поэтому рассею их. Но разделю их в Яков и рассею их в Израиль. Почему именно так? Потому что опасность от таких лидеров, она именно в Израиле. Чем отличается Яков от Израиля? Многие комментаторы пишут, что символически эти имена означают Яков – это еврейский народ в приниженном состоянии, еврейский народ, когда он в Галуте. А Израиль – это еврейский народ независимый, обладающий силой, имеющий возможность прямого применения силы. То есть еврейский народ в своей стране, на своей земле, обладающий силой, обладающий возможностью применения силы. Вот именно в этом втором положении здесь соседство Шимона и Ливии, если они смогут быть вместе, они будут реганы, они договорятся, то это будет для нас катастрофой. Они ввергнут нас в войны, в конфликты, они сделают вещи, которые не следует делать. Поэтому для того, чтобы их не было, чтобы такое не случилось, их нужно рассеять. Рассеять, а не разделить. Чем различается рассеять от разделить? Если я хочу, чтобы что-то не было вместе, чтобы оно распылилось в мелкую пыль, чтобы никому это не досталось, тогда я это рассеиваю. Это означает рассеяние. Но разделить – другое. Разделяют пирог. Если у меня есть один пирог и 12 гостей, то я его режу, чтобы разделить его всем. Для чего я режу? Чтобы никому пирога не досталось? Нет. Я его разделяю для того, чтобы каждому досталось по кусочку. Так вот, в Якове, разделю их в Якове, когда еврейский народ окажется в Галуте приниженный, униженный, испытывающий давление, угнетаемый. Вот здесь вот качества Шимона и Леви будут необходимы. Потому что иначе не устоять. Для того, чтобы нас не размазали. Для того, чтобы нас не унизили до последней степени так, что человек полностью потеряет свои собственные достоинства и не захочет больше продолжать быть евреем. И будет искать способы уйти от своего еврейства. Чтобы этого не произошло, должна быть вот эта вот духовная сила Шимона и Леви. Ревнители. Канои. Ревнители, которые с отчаянной храбростью готовы противостоять всем и всякому. Это необходимо для того, чтобы любой еврей смог смело смотреть в глаза угнетателям. Для того, чтобы еврей мог спокойно проходить по улице, когда за ним бежит группа мальчишек, издевающихся над ним, и не почувствовать себя униженным. Для того, чтобы сносить насмешки, издевательства. Для этого необходимо качество Шимона и Леви. Поэтому, когда, говорит Яков, когда еврейский народ будет в Галуте, тогда я разделю их так, чтобы в каждом месте и в каждом поколении были люди, вот такие вот ревнители, такие сумасшедшие, такие психи, носители этого самого огня Шимона и Леви. И самый первый пример, который мы знаем, это то, что произошло очень скоро в Египте. Когда фараон издал приказ каждого наврожденного сына бросать в реку, и тогда главы еврейского народа пришли к выводу, что не имеет никакого смысла рожать детей для того, чтобы рожать самолит, для того, чтобы потом уничтожали. И многие попросту развелись со своими женами. И вот через некоторое время написано «И пошел сын Леви из колена Леви, и взял себе жену», то есть такой человек на глазах у всех, это был Амрам, «и подчеркивается из колена Леви, сын Леви из колена Леви, и демонстративно на глазах у всех женился», то есть вернул свою жену, демонстративно женился с тем, чтобы иметь ребенка, наплевав на и на постановление фараона, и на ту ситуацию очень тяжелую, которая была, для того, чтобы идти вот так вот напролом, лбом в стенку против всех, для этого нужно было иметь качество Леви, для этого нужно было быть вот таким вот ревнителем. Другие на это были неспособны. Но то, что такие люди находились, один человек, который пробивает таким образом стенку лбом, то за ним вслед уже идут и другие люди, поэтому необходимо, чтобы такие люди были, тогда они не только не опасны для нас, тогда наоборот, благодаря им мы сохраняем свое существование в Галуде, в изгнании, они необходимы, но в своей стране, не дай бог, они соберутся вместе, они накупят танков и самолетов, они запутывают нас в таких конфликтах, из которых мы вообще потом и не выйдем. Поэтому в Израиле, Россию в Израиле, чтобы они близко друг к другу не походили, чтобы ни у кого, ни у кого этот тот самый агрессивный и непримиримый дух, чтобы он тогда не победил, когда еврейский народ будет обладать уже реальной силой. Итак, ни Шимон, ни Леви народ не возглавит. В их совет не пойдет душа моя. То есть, то собрание, совет, где будут решаться самые важные вопросы еврейской жизни, Шимон и Леви в этом совете сидеть не будут. Не будут. Кто же это? Иаков переходит к четвертому сыну. Иуда, тебя восхвалят твои братья. Твоя рука на шее твоих врагов. Тебе поклонятся сыновья твоего отца. Молодой Лев Иуда, от растерзания ты устранился сыном и преклонился, лег как лев. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, стело законодателя от его потомков, пока не придет он в шило, и ему подчинятся народы. Он привязывает к виноградной ветке своего осла и к лозе винограда осленка. Моет в вине свою одежду и в крови винограда свое одеяние. Глаза красные от вина и белые зубы от молока. Поскольку первых трех Яков, в общем-то, покритиковал, указав на отрицательные качества и характера, то Иуда стал пятиться назад, ощущая, что сейчас… А его тоже было за что покритиковать? Разве не было у него истории с Томаром? Ну, тогда Яков, наоборот, обратился к нему со словами умиротворения «Иуда, тебя ты с ними не сравнись, тебя восхвалят твои братья». Ну, вот, наконец-то Яков нашел достойного руководителя. С одной стороны, он не порывист, как Реулен. Наоборот, он сравнивает его с лежащим львом. Достаточно каждому представить себе картину, которую в детстве, по крайней мере, видел, когда ходил в зоопарк. И очень хотелось посмотреть на льва. Но лев не бросается на стенки своей клетки, ничего. Совершенно спокойно лежит. Выражение полнейшего-полнейшего спокойствия. Полная противоположность порывистости. Он спокоен, он совершенно уверен в своей силе. Это не значит, что у него нет сил. Сила еще какая. Но это спокойствие того, кто абсолютно уверен в своей силе. И ярость Шимона и Леви ему тоже не присуща. Он совершенно другой. Как сказано, твоя рука на шее твоих врагов. Рука, а не меч. Меч – это Шимон и Леви, о котором Яков сказал, что это орудие, оно похищено вами. Это орудие Исава, оно вообще не наше. А вот этот вот его… То есть, ему подчиняются. Ему люди подчиняются не силой оружия. Твоя рука на шее твоих врагов, говорит Раши, имеется здесь в виду, это в дни Давида, который сказал, обращаясь к Всевышнему, твоих врагов моих ты обратил мне затылком. И дальше «молодой лев Иуда от растерзания ты устранился сыном». Что значит «молодой лев Иуда?» И потом, говорится, преклонился, лег он как лев, кто поднимет его. Это уже не молодой лев, это просто лев. А в чем тогда разница? Молодой лев, это снова, говорит Раши, имеется здесь в виду Давид, Давид, который стал царем всего народа Израиля и династия которого, только она имеет право на власть в еврейском народе и в будущем. Так вот, о нем это тоже сказано «молодой лев». Почему «молодой»? Да потому что вначале он был только львенком, молодым львом. Когда? Когда царем был Шауль. Это было первое временное царство еврейского народа, царство Шауля. И тогда Давид был у него военным предводителем. Как сказано, когда Шауль царствовал над нами, ты предводительствовал Израилем, то есть был военным командиром. А уже после этого стал львом, когда еврейский народ выцарировал, поставил над собой царем. Как понять то, что сказано дальше? От растерзания ты устранился, сын мой. От растерзания имеется в виду от того, говорит Яков честно, в том, что я тебя западу заподозрил, я тебя подозревал. В чем? В том, что растерзан, растерзание. Когда пришли сыновья Яков и сказали отцу, что Юсеф растерзан, и показали ему окровавленную рубашку Юсефа, то признается Яков, в сердце у него было подозрение. Подозревал он, что дело здесь нечисто. И кого он подозревал в этом? Иуду, как наиболее авторитетного из всех братьев. То, что вы сказали, хищный зверь сожрал его, я думал, что это Иуда, которого здесь упадут, которого подобляют льву. Вот от этого, сын твой, ты устранился. То есть, ты-то на самом деле оказал, что ты от этого устранился. Наоборот. Ты же внёс предложение, чтобы Юсефа не тронул, и сказал, что будет нам пользовать, то есть, что будет нам пользовать от того, что мы прольём кровь брата, лучше нам продать его в Египет. То есть, от этого с этим ты не связан. Второе, по поводу Тамар, там тоже, в истории с Тамар, ты тоже повёл себя, на самом деле, лучшим образом. Вместо того, чтобы скрыть свой позор путём пролития его крови, позволить убить её, и тогда твой позор не раскроется. Вместо этого ты навлёк на себя позор, чтобы не пролить невидимую кровь. Именно поэтому я и говорю тебе, ты преклонился, лёг как лев, кто поднимет его. Подобно тому, как лев, когда он ложится, он внушает такое вот это ощущение спокойной силы, кто позволит себе, кто наберётся храбрости, чтобы сдвинуть или поднять льва, он знает, что ему придётся очень-очень плохо. Это уже было достигнуто не при жизни, не во времена царя Давида, а во времена его сына, царя Шломо, о котором сказано, что был полнейший мир, и каждый под своей виноградной лозой, каждый под своим фиговым деревом. То есть это было уже 40 лет спокойствия и мира после многочисленных войн. Наши мудрецы говорят, что царь Шломо правил всем миром. Хотя он взгляд странно, если для того, чтобы править всем миром, нужно его завоевать. А во времена царя Шломо наоборот. Войны вёл ещё царь Давидс, а царь Шломо не вёл войн. Это было 40 лет мира. Как же можно было править миром, не завоевав его? А царь Давид не завоевал, безусловно. Может быть, царь Давид завоевал бы весь мир, и тогда что бы он мог? Но царь Давид, не только что всего, мир занимал он с трудом, с трудом. Как-то отбился от окружающих его врагов, и где-то в некоторых участках перешёл даже в наступление, отбил у них определённые участки земли, но явно речь не шла в мировом господстве. А понимать это, наверное, можно следующим образом, что как лев… Лев, он же признанный царь зверей, что называется. А как он добивается этого признания? Он что, устраивает разборки с остальными зверьми? Он идёт, чтобы показать там слону, что он может его быть сильнее, он нагоняет страх или идёт бить какого-нибудь волка или ещё кого-нибудь должен придавить, придушить, чтобы все поняли, что он крутой и с ним лучше не связываться. Вовсе нет, он не занимается разборками, он лежит на месте. Можно посмотреть, зайти в зоопарк и посмотреть, как ведёт себя лев в восстановлении со всеми остальными. В том числе с его близкими родственниками, кошками, тиграми. Эти мечутся, эти ходят из угла в угол. Лев лежит спокойно, абсолютно, не поднимая голову. То есть, его власть принимают естественным образом. Вот только посмотреть на него, достаточно только посмотреть. Ему не нужно устраивать разборки. Только посмотрите на него, и всем сразу всё становится ясно. Вот это вот царь. Это сила, он излучает вот такую вот силу и величие, пред которой все преклоняются, пред которой все абсолютно пасуют. Это то, чтобы стать вот старым шламом. Ни мощь израильской армии, ни количество её танков, ни длинная рука израильских ВВС навела ужас на народы мира. Всё этого не было. Захвата военного не было. Но личность шламома, которая была известна, вот именно эта личность, она-то и внушила людям его авторитет, и сила его личности, она-то и внушила людям такую вот И многие страны приняли на себя его власть добровольно. Не были рабами ему, не были его данниками, не были его завоёванными вассалами, нет, но его верховную власть, его авторитет приняли на себя добровольно. И это уже видно здесь, то, что Раввирж здесь подчёркивает, твоя рука на шее твоих врагов, рука, а не меч. То есть власть и главенство достигается здесь не военной силой, а авторитетом. И дальше сказано, не отойдёт скипетр от Иуды, и стело законодателя, стело – это то, чем пишут, от его потомков пока не придёт в шилом, и ему подчинятся народы. Так понять эту фразу очень малопонятно. Раши, говорит, не отойдёт скипетр от Иуды, имеется в виду, начиная от Давида и дальше. То есть с того момента, как царь Давид, как Давид стал царём над всем Израилем, то скипетр – символ царской власти, он уже не отходит от него, иными словами, династия царя Давида, она единственная, которая может править. Но Раши объясняет это не так, как я сейчас сказал, а Раши видит здесь пророчество и обещание того, что с того момента, как колено Иуды в лице Давида получит впервые эту власть, с этого момента власть всегда останется в этом колене. Как? Но ведь мы же прекрасно знаем, что еврейское царство прекратило своё существование ещё давным-давно, две с половиной тысячи лет тому назад оно уже прекратило своё существование. Так же можно сказать, что с тех пор, с момента царя Давида, скипетр не отходит от них. Отвечает Раши, это главы диаспоры в Вавилоне, т.е. даже когда две с половиной тысячи лет тому назад были изгнаны евреи из своей страны и были переселены в Вавилон, то и там в Вавилоне осуществляли определённого рода автономию, и в качестве руководителей этой еврейской автономии они выбрали именно потомков царя Давида, то, что называлось Рейш-Галута, т.е. глава изгнанников выбирался именно из семьи потомков Давида. И они правили народом при помощи скипетра, т.е. имели право и применение силы, благодаря тому, что они назначались вавилонскими властями. А, ну, это тоже не бесконечно было, продолжает дальше Раши, и то, что сказано «стело законодателя от его потомков» тоже не отходит, имеется в виду, это уже занимающийся Торой, т.е. это князья Несиим, которые были выросли в Исраиль в эпоху второго храма, когда в еврейском народе, с одной стороны, царская власть была узурпирована дважды, по крайней мере, второй период, самый последний период перед разрушением второго храма, она была узурпирована и Думейным Иродом, и его потомками, то в еврейском народе возникает как бы государство в государстве, т.е. возникает как бы царство Торы, во главе которого становится Несиим, т.е. руководители Санедрина, и эти руководители Санедрина, они все происходят, они все потомки Илле-эля, а Илле был потомком царя Давида. И здесь, значит, духовная власть в народе, она тоже принадлежит потомкам Давида, так и исполняется вот это самое обещание, по которому скипетр и царская власть, пусть в миниатюре, но все-таки, и духовная власть, духовное лидерство, они не уходят от колена Иуды и остаются в доме царя Давида. Ну, естественный вопрос, но ведь этому тоже мудрецы наши описывают то, что они видят перед своими глазами, т.е. ту самую эпоху в эпоху второго храма, и сразу после разрушения так оно было. Но и этому пришел конец. До каких пор это будет? Пока не придет в Шило, и ему подчинятся народы. А кто должен прийти в Шило, и что это означает? Раша говорит, пока не придет, следует понимать это так, не пока не придет в Шило, а пока придет в Шило. Кто такой Шило? Это Машиех. Т.е. до самого прихода Машиеха, а Машиех снова должен быть потомком царя Давида, власть в еврейском народе все равно останется у колена Иуды. И ему подчинятся народы, т.е. когда придет Машиех, тогда ему подчинятся народы. А то, что сказано «моет в вине свою одежду и в крови винограда свое одеяние», как это понимать, говорит Раши? И это уже пророчество о том, как колено Иуды осядет в Эрцисраэль, т.е. там именно на горах Иуды будет расти виноград, масса винограда, это место действительно, которое очень подходит и на сегодняшний день. Склоны гор в Иудея в районе Хеврона, они очень подходят для выращивания винограда, поэтому там будет масса винограда и масса вина. «Житель Иуды привяжет к лозе своего осла и навьючит его плодами с одной лозы», т.е. одна лоза будет настолько плодородна, так будет много винограда, что можно будет навьючить целого осла. «А плодами с одной ветки только не лозы, ослёнка». Осламу будет маловато, но на ослёнку точно будет. «И то, что сказано, моет он в вине свою одежду и в крови винограда своё одеяние, а глаза красные от вина и белые зубы от молока». Это снова, говорит Раши, так обычный человек, который пьёт вино, у него краснеют глаза от обилия вина, а от молока, из обилия молока белеют зубы обилия вина, молоко, из которого делают сыр, самая известная закуска к вину, всё это будет в изобилии. Такое изобилие ждёт колено Иуда в эре Сесраэль. Ну и вопрос, который у нас остался, который придётся разбирать, всё-таки довольно странное утверждение Раши, который видит обещание того, что власть не отойдёт от колена Иуды никогда до самого прихода Машиеха. Вроде бы, на первый взгляд, даже после того, как были Раши и Галута руководители изгнанников в Вавилоне, всё-таки это закончилось. Да и духовный, тот самый институт духовных руководителей Несиим, которые были из семьи Илеля, потомка царя Давида, он тоже прекратил своё существование уже тысяч лет. Как же тогда понять эти слова? Ну, об этом уже на следующем уроке.